Доблесть и честь. Их работа спасать чужие жизни в самых сложных ситуациях. Эти ребята приручили огонь и научились устранять даже самые тяжелые последствия чрезвычайных происшествий. Сотрудники МЧС из 17 регионов приехали в Рязань побороться за звание лучших. Для каждой команды придумана легенда. По сценарию произошла авария, в результате которой пострадал водитель, он сломал ногу и пассажир у него перелом руки. Роль пострадавших исполнили реальные люди. Это было очень интересно для нас. Мы статисты здесь. Пытаемся там изображать, стараемся реалистично пострадавших. Создавать реалистичные условия для спасателей, чтобы они сами вживались в эту роль, чтобы это был не просто конкурс. Это очень интересно для нас. Мы очень были рады, что такой возможности просто. Ребята молодцы, классно все делают. Правда, с нами разговаривают. То есть это же важно именно с пострадавшими разговаривать. Они успокаивают нас. Прежде чем ринуться в бой с опасностью, сотрудники МЧС проверяют готовность техники. После осмотра машину обесточили и проверили на наличие газового оборудования. Далее спасатели удалили стекла и проникли внутрь к пострадавшим, которых накрыли защитным покрывалом. Только после установки защиты крышу и спинки кресел срезали специальными комбинированными ножницами. К основанию кресла спасатели приставили спинальные носилки и перенесли пострадавших к машине скорой помощи. Максимальное время для такой операции 40 минут. Рязанские пожарные справились с задачей за 12 минут. Результаты мы очень довольны. Время у нас было 12.58. Но соперники сегодня все сильные. То есть все равно напряжение до последнего будет оставаться. В работе спасателей мелочей не бывает. Пожары, наводнения, ДТП – это лишь небольшая часть их трудовых будней. На кону стоят жизни людей и своих товарищей. Здесь, как нигде, важна поддержка и плечо друга. Спартак Харин приехал из Липецка. Он уверен, главное – верить в себя и свою команду. В целом все удалось. Были небольшие ошибки. Будем еще совершенствовать свой навык. А так, в принципе, я первый раз вообще доволен. Всех спасли? Всех спасли. Главная цель соревнований – это обмен опытом между сотрудниками из разных регионов. Белгород, Брянск, Владимир, Воронеж, Кострома – это далеко не вся география участников. Илья Писарев приехал из Тулы. Молодой человек признается, ему не раз приходилось участвовать в ликвидации тяжелых последствий невнимательности водителей. ДТП очень много было и с автобусом. Людей очень много вытащили, так скажем. Счастникам первого забега. Помогли. Пожары постоянные. Мы с ними справляемся. Ничего страшного. Главный судья соревнований, полковник Андрей Петухов, работает в МЧС более 20 лет. Скромно говорит, призвание такое – спасать людей. Готовность команд к ликвидации ДТП оценивает на 5 баллов. Он признается, с каждым годом уровень команд растет и они показывают лучшие результаты. Во время соревнований судьи смотрят за каждым шагом участников. Здесь важно все. Правильность выполнения данного этапа, прохождения всех соревнований, грамотное оказание первой медицинской помощи и также сплоченность, взаимодействие в команде, все присущие качества, которые здесь они показывают. Выигранные секунды, правильность прохождения всего этапа, еще раз повторюсь, все эти моменты – это настоящая жизнь, это спасенные чьи-то жизни. Мужество, отвага и выдержка – вот главные качества, которыми должен обладать спасатель. Ведь на жертвенное служение способен не каждый. Эти ребята и так лучшие для тех, кому помогли. А победитель соревнований отправится защищать честь родного города на всероссийский этап, который пройдет в июне в Ногинске.